Всем доброго времени суток! Приветствую на канале История в монете! Сегодня канал Александра Свириденко, на который вы увидите ссылочку снизу под описанием видео. Успешно, я считаю, выполнил задание нумизматического челленджа недавнего, сделав отличный обзор на две монетки Рязани, Рязанского княжества. И в двух словах Александр предложил мне рассказать об этих монетках еще чего-нибудь, может, что-то, то, что он упустил. Монеты Рязанского княжества относятся к так называемым удельным монетам. Как может быть, кто-то знает или помнит из курса истории, После смерти князя Ярослава Мудрого Киевская Русь начинает делиться на отдельное княжество. Это было связано, с одной стороны, с непродуманной системой престола наследия, а с другой, ну, скажем так, жадным стремлением наследников получить побольше земель. То есть, как это выглядело? Вот было у князя три сына. Они в наследство получили отцовские земли и разделили их на три части. И кажется, ничего страшного в этом нет. Но потом у каждого из них еще по три сына, а потом еще, еще, еще и так далее. В результате Киевская Русь поделилась сначала на несколько княжеств, потом на несколько десятков, а под конец своего существования даже на несколько сотен. В принципе, в такой раздробленности феодальной нету чего-то такого странного в историческом контексте. Многие страны через это прошли, но для Руси этот момент стал фатальным, так как в этот момент приходят монголы, разделенная Русь, которая так и не смогла собрать воедино свои силы, не смогла дать отпор и, по сути, прекратила свое существование. Княжества, которые раньше, по сути, были главными типа Киевского или Черниговского, начинают понемножку свой упадок, но, с другой стороны, это дает шанс на развитие княжествам, которые были размещены на территории современной России, в том числе и Рязани. Многие из этих государственных образований начинают чеканить свою монету. И эти монеты, удельные монеты, отдельная большая тема коллекционирования, интересная, представлена она в основном в России, вот, к примеру, у нас в Украине, таких монет почти не встречается на рынке. Что касается конкретно Рязани. Отличительной чертой денежного обращения в Великом княжестве Рязанском являлось широкое употребление золотоордынской монеты, массовое проникновение которой начинается в 60-х годах XIV века. Ну и Александр упоминает о том, что его монеты это надчеканы на монетах Золотой Орды. Примерно в 1390-м ранние буквенные надчеканы сменяются клеймами в виде бараньей головы. Эта эмблема и становится неизменным и обязательным признаком самостоятельного рязанского денежного производства на всем его протяжении. Одновременно с появлением тамги начинается чеканка монет в подражании дирхемам, которые довольно быстро вытесняют из оборота подлинные ордынские монетки. Полагается, что сам факт надчеканок отражает стремление княжеской власти к экономическому и политическому суверенитету, а использование при этом золотоордынских монет обусловлено их длительным обращением на территории княжества. В принципе, больше добавить в ней нечего, так как я и сам не являюсь специалистом в удельных монетках. Спасибо Александру за обзор. Ссылку на его канал, повторюсь, вы увидите в описании. Всем спасибо за просмотры. Субтитры сделал DimaTorzok